Здравствуйте, зрители моего канала. В сегодняшнее видео хочу посвятить ремонту обуви. Столкнулся с такой проблемой, как с течением времени начинаются небольшие повреждения на подошве обуви. В частности, верх у меня у кроссовок кожаный, ему практически ничего не делается, очень все хорошо, очень добротно служит мне. А с подошвей небольшие, иначе появляются дефектики, вот такие как носки отклеиваются на одном кроссовке, на втором у меня на подошве тут начинается отслоение. Вот, и я что-то тут решил, значит, подумал, вот, и решил никуда не бегать и заклеить все, значит, самостоятельно. Вот, немножко тут поразбирался с технологией, вот, и сейчас, значит, поделюсь своим опытом. Я никакой не специалист, не мастер там какой-то по ремонту, так, значит, чисто сам для себя практикую, просто чтобы вот лишнее время не бегать там куда-то, что-то там в очередях не стоять. Вот, значит, для этого нам понадобится вот такой вот клей, вот, я его, значит, приобрел в специализированном магазине, вот, значит, в любом вашем городе, я думаю, что такие должны быть, вот, значит, там набираете где-нибудь в поисковике все для ремонта обуви, вот, и мне попался такой, значит, вот, на разлив у них был клей, модель, и название я попозже это все, конечно, озвучил. И скажу, вот, и что, значит, нам понадобится, то есть, непосредственно сам вот проблемный момент, обувь там, еще что там, у вас какая-то другая, вот, сам клей, да, значит, растворитель, там, любой, какой найдете, кисть, вот, для нанесения клея, вот, значит, и фен, вот, нам надо немножко будет подогреть, и, вот, значит, любой там, домашний фен для этих целей начинал сгодиться, вот, начнем, вот, для начала нужно тут все зачистить, обработать, обезжирить, вот, как можно тут побольше его отодрать, чтобы, значит, там, где плохо держится, все эти места, чтобы заново все это у нас проклеилось, вот, ну, я все это подготовил, чтоб сейчас, значит, лишнее время не тратить на это показ, вот, непосредственно приступим к самой заклейке, вот, я никуда это ничего наливать не буду, прямо так вот отсюда, значит, и это и буду клей черпать, вот, технология, значит, заключается в следующем, то есть, как вот обычно мы все раньше считали, что нужно, там, значит, там, момент, там, еще, там, чем-то, это, конечно, все это можно, такими, значит, составами пользоваться, но, там, что-то такое несерьезное, ненадолго, там, на скорую руку подклеить, вот, как бы, если хотите, чтобы один раз и надолго, лучше, значит, я рекомендую использовать специализированные клеи, вот, и как, значит, они наносятся, то есть, сначала, вот, так вот, кистью обильно все промазываем, значит, вот, наш весь этот участок, вот, и даем ему высохнуть порядка 20 минут, вот, все, значит, вот, промазываем, вот, и оставляем это где-то минут на 20, вот, это, типа, первый слой, вот, все, вот, первый слой, вот, он намазали, он сохнет у нас, значит, и затем нужно нанести точно так же второй слой, вот, вот, но его уже нужно выдержать, подвергнуть сушке немножко подольше, минуток на 30, вот, там, у каждых клеев и свои нюансы, ну, в общем и целом, они примерно одинаковые, вот, и, естественно, надо это все дело, чтобы не склеилось, как-то его закрепить, вот, у меня тут немножко, вот, так вот получается, я здесь оставляю, ну, и вот, значит, минут, второй слой минут на 30, после этого, когда немножко затвердеет, нужно взять, значит, фен, фен и место это хорошенько прогреть до температуры порядка 60-70 градусов, вот, ну, от примера температура, когда рука еще когда рука перестает уже терпеть, значит, тепло, вот, и после этого тщательно заклеиваем поверхность, вот, вот, и весь, как бы, секрет, вот, и если мы все это, всю эту технологию соблюсти, соединение всех вот этих деталей на подошве, там, еще каких-то элементах, оно будет очень прочее. и так, вот, значит, я второй, второй слой клея уже нанес на свои ботинки, и сейчас, значит, нам нужно это место хорошенько прогреть, для этого нам понадобится малыш-фен, вот. так, вот, значит, я прогрел все свое место стыка, и сейчас его нужно капитально прижать со всей силы, буквально, я не знаю, секунд на 15-20, вот. так, подержать, подержать его. вот, в общем-то, все держится. вот, аналогично, значит, со вторым кроссовком мы поступаем, и точно так же вот с этим вот местом. хватит, железяка нагрелась очень хорошо, вот, и точно так же, значит, и здесь капитально все обязательно нужно сдавить и прижать. вот, значит, напомню, что мой клей называется клейберг 900, вот, значит, он есть в канистрах там всяких по 20 литров, вот, я разливной, в частности, купил, вот, и потом начали через какое-то время отпишусь, как у меня ведут себя мои кроссовки расклеились или нет, через какое время расклеится. еще обращаю внимание, что кисть, значит, я очень с большим трудом отмыл, вот, купил я вот такой вот растворитель 651, он очень хреново, значит, со своей работой справляется, вот, лучше его не приобретать. вот, значит, есть специальные растворители в этих магазинах, где продают обувной клей, лучше у них поинтересоваться, каким все-таки растворителем пользоваться. есть специальные у них там какие-то для вот этих вот клеев, ну, не знаю, может, наверное, ацетон или еще что-нибудь подойдет тут, как бы, на ваше усмотрение. ну вот, значит, работу я закончил, всем, всем спасибо, еще раз прижму, здесь что-то плохо, всем спасибо, кто смотрел, и до встречи на моем канале, вот, в общем-то, более-менее, все.